Внимание всем! Быстрые займы за 5 минут. От 2 до 30 тысяч рублей. Телефон 41-31-11. В магазинах «Стройленд» грандиозная распродажа обоев. Скидки от 5 до 70%. Проезд индустриальный 5А. Строительный рынок «Элегант». Телефоны 409-010, 409-022. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Авторы фотографий, набравших наибольшее количество голосов, будут награждены призами. Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На месте, где раньше была база отдыха шашлыками и апартаментами, теперь будет располагаться православный детский лагерь. Пахабовск «Обратная сторона Сибири». Фильм с таким названием уже осенью может появиться в кинотеатрах. Один из символов Олимпиады 2014 в Братске. В наш город привезли факел предстоящих главных игр планеты. Цены за съемное жилье в Братске падают. Риэлторы в один голос говорят о снижении стоимости аренды квартир. Об этом расскажем далее. Аренда дешевеет. Сейчас брачане спешат снять жилплощадь по сниженной цене. По словам специалистов, цены на объекты жилонедвижимости заметно отличаются в разное время. К примеру, снять однокомнатную квартиру в центре Братска в летний период времени можно за 8 тысяч рублей в месяц. Зимой та же самая аренда квартиры может обойтись в 10 тысяч рублей. В летние периоды снижение идет, потому что многие дачники съезжают и освобождают полностью квартиру, допустим, с мая по октябрь. И можно снять, можно сэкономить и снять на летние периоды дешевле. Наивысшая цена на жилые объекты обычно фиксируется в конце августа и начале сентября каждого года. Это увеличение связывают с началом учебного года, когда в город приезжают студенты. Специалисты поясняют, квартиры с евроремонтом редко попадают под сезонное снижение или увеличение цен на аренду. Ценники на такие квартиры не зависят от времени года. Курить скоро станет дорого. Цена на сигареты возрастет еще больше. По словам главы Минздрава России Вероники Скворцовой, минимальная стоимость сигарет должна составлять 220 рублей. Сейчас же курящие россияне отдают за пачку в среднем 39 рублей. Причин роста цен две. Государственная политика в борьбе с табакокурением и необходимость повышения акцизов на табачные изделия. Такие методы, по мнению Минздрава, спасут от никотиновой зависимости подростков и детей. Впрочем, пока неизвестно, повлияют ли на россиян такие нововведения. Священнослужитель Антоний Васильев привыкает к новой должности. Совсем недавно он стал руководителем лагеря «Адигитрия». В апреле его передали братской православной епархии в безвозмездное пользование. Он будет работать на месте всем известной базы отдыха «Жарок». На время каникул здесь будут отдыхать дети не только из братской епархии. Вера и исповедание не имеет значения, говорят священнослужители. Сейчас в лагере идет ремонт, ведь времени до приема детей осталось мало. Работы проводятся и силами прихожан, и силами сторонних организаций, и силами священнослужителей даже иногда. Поэтому есть очень хорошая надежда, что все у нас получится. И первую смену мы попробуем здесь провести с 29 июля по 15 августа. Священники признаются, восстановить это место непросто. Использовать его по назначению перестали еще в 90-х годах. Разруха и мусор – главные проблемы, с которыми пришлось столкнуться новым владельцам. Для того, чтобы убрать старые доски, убрать то, что было раньше, уходит минимум день на один домик. Затем плотник начинает вдвоем, второемли, начинает полностью возводить новое крыльцо. Пиломатериалы, слава богу, нам пожертвовали, пиломатериалы хорошие. Мы сейчас из них восстанавливаем новые группы. Программа в лагере будет особенная, говорит отец Антони. Дети смогут получить здесь то, чего нет в обычных лагерях. Игры и развлекательные мероприятия, конечно, будут. Но духовное и нравственное воспитание здесь все же на первом месте. В каждом отряде находятся двое вожатых, которые следят за детьми, учат с ними, все испытания вместе проходят. И наша задача, по сути, в программе, в таком погружении в некую среду, можно сказать, чтобы дети научились правильно принимать решения. Сейчас остаются последние штрихи. Пожарные щиты, огнетушители и прочая техника уже заказана. Осталось пройти проверку у межведомственной комиссии. Священнослужители надеются, что этот лагерь оправдает их ожидания. И окажется ничуть не хуже, а может даже и лучше уже существующих детских лагерей. Илона Жукова, Руслан Сидорович, телекомпания «Город». Жительницу Братска нашли мертвой. Накануне в полицию поступил звонок о происшествии. Тело погибшей нашла в комнате общежития ее соседка и коллега по работе. Решила узнать, почему женщина не вышла на работу. Выехавшие на место происшествия следователи предварительно установили, что погибшую могли задушить. На лице женщины лежала подушка. По словам полицейских, смерть наступила около суток до момента обнаружения. Из квартиры женщины пропали некоторые вещи. Сейчас оперативники отрабатывают несколько версий преступления. У погибшей остался 10-летний сын, который находится в летнем лагере. Накануне сотрудники отдела вневедомственной охраны Братска отправились на службу в Дагестан. Однако сначала 18 полицейских из нашего города пройдут учения в Иркутском центре профессиональной подготовки. Туда же съедутся их коллеги со всей области. Всего 80 человек. После двухнедельной подготовки отберут 40. Они и отправятся в Дагестан охранять Ирганайскую ГЭС. Есть и бывалые, есть и новички. Есть уже у некоторых сотрудников определенный боевой опыт. Поэтому думаю, нормально все будет. На Братске не будет страшно. Там пострашнее будет. Поэтому готовимся, счастье и достоинство выполнить свой долг. Настрой всех позитивный. Факел Олимпиады 2014 года, который пройдет в российском Сочи, прибыл в Братск. Сегодня его официально представили воспитанникам детско-юношеской спортивной школы Олимп. Несколько братских саночников, а именно их готовят в Олимпе, будут выступать на главных зимних состязаниях планеты. Собственно, это и предопределило место презентации. У каждого из ребят была возможность сфотографироваться рядом с одним из главных символов Олимпиады. К сожалению, сама эстафета Олимпийского огня Братск не затронет. Маршрут пролегает через Иркутск. Тем не менее, в программу презентации факела зимней Олимпиады Братск включили. Факел останется у нас до конца недели. Также он побывал в городе Иркутске с выставкой в преддверии Олимпийской эстафеты. И пока в городе Братске. И следующим планируется город Дабакана. Это уже Хакасия. Перемещение будет туда сделано в конце недели. Отметим, что это не единственный олимпийский факел. Всего их будет 14 тысяч по числу факелоносцев, которые пронесут Олимпийский огонь по 83 регионам страны. Начнется эстафета в Москве 7 октября этого года и закончится в Сочи 7 февраля 2014. И станет самой масштабной за всю историю Олимпийских игр. Принимаем сбережения граждан под 35% годовых. Все сбережения застрахованы. Телефон 41-31-11. Газета «Горожанин» и телекомпания «Город» дает зеленый свет новой фотобитве. Любишь автомобили? Водишь автомобиль? Принимаю участие в фотоконкурсе «За рулем». Выкладывай фотографии себя и своего железного коня на сайте телекомпании «Город» ткгород.ру. Авторы фотографий, набравших наибольшее количество голосов, будут награждены призами. Самый массовый, первый, перспективный. Первая народная комедия о любви сибиряков к родине через несколько месяцев выйдет на экраны. Съемки картины «Пахабовск. Обратная сторона Сибири» в самом разгаре. Назвали фильм так в честь основателя Иркутска Якоба Пахабова. К созданию картины приступили еще в прошлом году. За это время набрали команду, написали сценарий и приступили к съемкам. Однако сюжет пока держат в секрете. Совсем недавно прошли кастинги во многих городах Сибири. Среди актеров есть обрачане. Константин Озеров – исполнитель одной из главных ролей. Родился и вырос в нашем городе. В фильме «Пахабовск. Обратная сторона Сибири» от одной из главных ролей. Играю я Гайдая, очень циничного, очень высокомерного, тщеславного в мире человека. В мире человека. Насколько близка, не знаю. Надо режиссеру такой вопрос задать, кстати. Вот я сейчас задумался, почему именно меня выбрали на эту роль. Интересно, правда. Сейчас над созданием фильма трудятся 30 профессионалов со многих регионов Сибири. Актеры, исполняющие главные роли – это люди, наиболее ярко проявившие себя в КВН, в театре или других творческих сферах. Однако попробовать себя на роль мог любой желающий. Стоило только приехать на кастинг. «Сколько не живете, все равно помрете». «Нет денег, давай проваливай с трамвая, ясно?» «У, какая мерзость». Фильм еще до выхода на экраны назвали уникальным. По словам режиссера Пахабовска Константина Яшникова, до сих пор им было известно только о местном кинопроизводстве в национальных республиках. Ни один другой регион России за такое даже не брался. Тем более в таких масштабах. Ведь фильм снимают во многих регионах Сибири. Их жители увидят премьеру уже этой осенью. По замыслам создателей, Пахабовск будет интересен всем зрителям. Ведь герои – это отражение обычных сибиряков в жизни. «Типичный пахабовчанин. Я думаю, что братчанину нужно выйти на улицу, посмотреть на тех, кто там ходит. И вот это и есть типичные пахабовчане. Ведь Пахабовск – это собирательный образ всех сибирских городов. Дай Бог, что у нас все получится. Главное, чтобы вы, сибиряки, за нас болели, держали крепко-крепко кулачки свои. Сейчас у братчан есть возможность внести свой вклад в съемки фильма и поучаствовать в конкурсе «Народный саундтрек». Вся подробная информация на сайте похабовск.рф. А мы будем следить за съемками фильма «Пахабовск. Обратная сторона Сибири» и расскажем о них в ближайших выпусках новостей. Владанцукова телекомпания «Город» при поддержке съемочной группы фильма «Пахабовск. Обратная сторона Сибири». Вывозят мешками. Сегодня в Братске прошла массовая уборка зон отдыха. Волонтеры и дети из экологических дружин приводили в порядок прибрежную зону в подуне и энергетике. Всего в таком субботнике задействовано более 150 человек. Но, по словам организаторов, даже такого количества участников мало. Ведь в это время года битые бутылки, пакеты и прочие отходы насчитываются тоннами. «Приходится убирать очень много грязи за нашими неразивыми жителями, которые приходят, оставляют посреди себя вот такие негативные моменты. Мусор, банки, склянки, где приходят также и дети отдыхать, и получают, может быть, даже и травмы. А для того, чтобы этого не происходило, мы каждый год проводим такие мероприятия». С пляжной зоны в подуне сегодня вывезли более 90 мешков мусора. В порядок приведен целый километр береговой зоны. Также и в энергетике. Организаторы надеются, что детский труд вразумит недобросовестных брачан. И, возможно, в следующий раз мешков для отходов понадобится меньше. Народные гуляния Троицы перенеслись на 30 июня. Об этом телекомпании «Город» сообщили в Департаменте культуры городской администрации. Завершением Троицкой недели станет праздник русской березки, который пройдет в музее «Ангарская деревня». Напомним, из-за неблагоприятных погодных условий День Святой Троицы пришлось перенести. Проводить праздник под дождем было невозможно. В воскресенье 30 числа музей под открытым небом будет работать с 11 до 18 часов. Начало программы запланировано на час дня. Отметим, что русских игр в этот праздник не будет. Вместо этого на площадке будет работать детский пленэр. Также в программе летний читальный зал, кукольный театр и фольклорная программа на сцене. Цена входного билета на праздник – 150 рублей. Для школьников и студентов – 50 рублей. Для детей до 5 лет вход бесплатный. Сегодня на Подонском пляже прошел массовый субботник. Волонтеры и дети из экологических отрядов выносили мусор мешками. Мы решили узнать у участников субботника, почему же люди оставляют после себя грязь. Они думают, что они крутые, а на них думают другие люди, что они свиньи. И вообще нельзя портить природу. Природа – это как бы наша жизнь. Ну, им лень просто убираться. Им проще кинуть мусор, чтобы за ним потом подобрали. Ну, проще лень. Им лень дойти до мусорки. Там, если умные, то они уберут как бы за собой. А если как бы не умные, они не смогут убрать. Как бы за них тогда уберем мы. Ну, потому что им это как его забавно мусорить и пакостить. Байки поставить, но все равно не кидать будут. Они же не понимают это, кто убирает, кто не убирает. Ну, надо было больше урн делать. А то люди не знают, куда мусор выбрасывать и выбрасывать, куда попало. Я бы сказала, ну, вот пришли на море, отдохнули. Будьте добры сделать людям и другим правильно отдохнуть нормально. Уберите за собой там бутылки, мусор, мешки, увезите. Ну, чтобы убедить своей же природе там. Я вообще не понимаю, почему так делают. Ну, а вот что с этими людьми нужно сделать? Вот что бы ты им сказал? Ну, я бы там, например, сказал, не мусорите. Там, у вас баки рядом должны стоять, бросать баки. Или уходите, забирайте с собой мусор. А я не скажу на камеру этого, это плохие слова. Ну, я о них много чего думаю. То, что они свиньи, окровенно говоря. Что они свиньи, они мусорят везде и всегда. Внимание всем! Быстрые займы за 5 минут. От 2 до 30 тысяч рублей. Телефон 41-31-11. В магазинах «Стройленд» грандиозная распродажа обоев. Скидки от 5 до 70%. Проезд индустриальный 5А. Строительный рынок «Элегант». Телефоны 409-010-409-022. Газета «Горожанин» и телекомпания «Город» дает зеленый свет новой фотобитве. Любишь автомобили? Водишь автомобиль? Принимаю участие в фотоконкурсе «За рулем». Выкладывай фотографии себя и своего железного коня на сайте телекомпании «Город» ткгород.ру. Авторы фотографий, набравших наибольшее количество голосов, будут награждены призами. По сообщению синоптиков, в четверг в Братске облачно. Временами дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 9, плюс 12. Днем плюс 13, плюс 14 градусов. По сообщению синоптиков, в пятницу в Братске переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер южный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 7, плюс 11. Днем плюс 11, плюс 15 градусов. В магазинах «Стройленд» грандиозная распродажа обоев. Скидки от 5 до 70%. Проезд индустриальный 5А. Строительный рынок «Элегант». Телефоны 409-010, 409-022. Газета «Горожанин» и телекомпания «Город» дает зеленый свет новой фотобитве. Любишь автомобили? Водишь автомобиль? Принимай участие в фотоконкурсе «За рулем». Выкладывай фотографии себя и своего железного коня на сайте телекомпании «Город» ткгород.ру. Авторы фотографий, набравших наибольшее количество голосов, будут награждены призами.